здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы разбираем вот этот вот узор совершенно чудесный посмотрите какая прелесть такая рыбья чешуйка которая внизу вот прекрасным образом сама по себе оформляется вот в такой вот красивый низ плюс смотрите изнанка шедевральная изнанка в общем двухсторонний узор используйте как хотите на какую хотите сторону мне он настолько понравился что я захотела вам показать вот но только я вот что-то не представляю куда его можно применить поэтому прошу ваших комментарий вот куда бы вы его применили пока я вижу какую-то ту ничку чем пишите девчонки ваше мнение и так я буду показывать на вот этом образцы сейчас я начинаю с первого ряда точно так же как я начинала вот здесь вот внизу то есть считайте что это первый ряд первый ряд изнаночные петли так теперь пока вижу я вам расскажу про четное про петли значит число петель должно быть кратно 8 это сюда включается даже две кромочные петли то есть число петель кратно 8 и больше никакого плюса то есть она как раз красиво получается там две кромочные убираются с рапорта и все красиво получается вот смотрите и начале в конце одинаково вот все красно 8 у меня пятьдесят шесть петель вот и я вижу так второй ряд лицевые петли так третий ряд вот сейчас вот будем рассматривать первые восемь петель не считая кромочная как раппорт значит третий ряд 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 2 петли мы переснимаем на правую спицу нет перед петлей вот все весь раппорт и так далее 1 2 3 4 5 6 2 петли переснимаем так как две петли у нас уходят на кромочные то в конце у нас закончится 6 лицевых а две петли у нас кромочных вот поэтому у нас подходит нам подходит число петель кратное 8 без добавления никаких кромочных вот в конце у нас заканчивается 1 2 3 4 5 6 ну и соответственно кромочная которая взята из раппорта и первой тоже так четвертый ряд 6 изнаночных 2 петли переснимаем на правую спицу нить за петлями за работой 6 изнаночной 2 переснимаем 5 ряд то же самое точно так же как третий 1 2 3 4 5 6 2 переснимаем нить перед петлями 6 ряд так как 4 6 изнаночных 2 петли снимаем нить за работой так седьмой ряд изнаночные петли так восьмой ряд лицевые петли 9 ряд теперь у нас будут раз расположены чешуйки в шахматном порядке для этого 2 лицевые 2 петли снимаем нить перед работой 6 лицевых но в раппорте 4 то есть вот он наш раппорт 8 петель это 2 лицевые 2 снятые 4 лицевые снова 2 лицевые 2 снятые 4 лицевые ну по сути так здесь 6 лицевых но если рассматривать раппорт то это 2 снятые петли и 4 после снятых петель 10 ряд 2 изнаночные 2 петли снятые нить за работой 4 изнаночные и снова 2 изнаночные и так далее ну далее мы уже считаем 6 изнаночных и 2 лицевые ой 2 снятые 11 ряд как 9 2 лицевые 2 снятые 4 лицевые 12 ряд как 10 2 изнаночные 2 петли снятые 4 изнаночные и все девчонки далее начинаем с первого ряда вот он у нас то есть вот вот все как я показывала 12 рядов у нас раппорт 8 петель все и такой узор у нас получается по итогу а на сегодня все с вами была Вика и школа рукоделия всем пока пока пока